Добрый день! Я Марк Авсёнов. Я хочу прочитать для вас несколько стихотворений о войне, о ветеранах и о победе, одержанной нашими ветеранами, нашей армией 75 лет тому назад. И первое стихотворение, которое я хочу прочитать, это стихотворение одного из любимейших мною поэтов, фронтовиков Бориса Слуцкого. Сгорели в танках мои товарищи, до пепла, до золы, до тла. Трава, полмира укрывающая, из них, наверное, проросла. Мои товарищи на минах подорвались, взлетели ввысь, и много звезд далеких, мирных, из них моих друзей зажглись. О них рассказывают в праздники, показывают их в кино. И однокурсники, и одноклассники стихами стали уже давно. Борис Слуцкий входит в число наиболее известных поэтов-фронтовиков, наряду с такими именами, как Михаил Дудин, Ярослав Смеляков, Александр Межиров, Пажинян, Булата Куджава и так далее. На самом деле, сороковые годы, вот это тяжелое военное время, эти годы дали нашей литературе целую плеяду прекрасных поэтов, писателей. И вот литературная газета недавно стала публиковать подборку поэтов, имена которых, что называется, не были на слуху у широкого читателя. И я хотел бы прочитать вам из этой подборки пару стихотворений. Вот один из таких поэтов Михаил Тимошечкин. Он прошел всю войну, воевал в Румынии и Венгрии в составе 2-го Украинского фронта, был тяжело ранен. И после войны уже работал учителем истории в школе в Воронежской области. А я боялся на войне, чтоб сонным в плен не захватили, и чтоб случайно не убили от взвода где-то в стороне, чтоб бомбы в глухом овраге не уложило на повал, чтоб не пришли домой бумаги о том, что без вести пропал. И в охранении боевом, чтоб след мой вдруг не затерялся, чтоб мертвым я не распластался пред торжествующим врагом. О, доля, высшая из всех, что уготована солдату, пасть на бегу на белый снег, в цепи под клич ее крылатой, с мольбой в душе, чтоб на поверке среди просторного села, хотя б на тоненькой фанерке, твоя фамилия была. Алексей Лебедев В 1941 году подводная лодка, на которой он служил, наскочила на мину в Финском заливе, и весь экипаж погиб. Я хочу прочитать его стихотворение, которое называется «Тебе». Мы попрощаемся в Кронштадте, у зыбких сходин, а потом рванется к рейду серый катер, раскалывая ряд винтов. Под облаков косой тенью луна подернулась слегка, и затерялась в отдалении твоя простертая рука. Опять шуметь над морем флагу, и снова и суров, и скук. Балтийский ветер сушит влагу твоих похолодевших губ. Если пенные объятия назад не пустят ни на час, и ты в конверте за печатью получишь весточку о нас, не плачь. Мы жили жизнью смелую, умели храбро умирать. Ты на штабной бумаге белой об этом сможешь прочитать. Переживи внезапный холод, полгода замуж не спеши. А я останусь вечно молод там, в тайниках твоей души. А если сын родится вскоре, ему одна стезя и цель, ему одна дорога, море, моя могила и купель. А сейчас я позволю себе прочитать одно из своих стихотворений. Но это не будет стихотворение о войне, это стихотворение воспоминания о картинке, которую я увидел 9 мая в далекие 70-е годы прошлого века. И стихотворение называется «Победный вальс». Далекий май над праздничной Москвой, весенний дождь пролившийся нежданно, и парочка счастливых ветеранов танцует вальс на мокрой столовой. В его руке лежит ее рука. И если мне бывает одиноко, картинку из далекого-далека приносит снова память и река. Москва, весна, два стройных старика, он и она, без возраста и срока, танцует вальс на мокрой мостовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова